13.06 в Кирове на 101.фм программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, напротив меня ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Давайте в начале программы напомним нашим слушателям, зрителям, тем, кто нас смотрит на сайте эхакирова.ру, как можно с нами связаться. Во-первых, это раздел «Анонсы» на сайте Эхакирова. Там можно задавать вопросы нашим гостям. Мы обязательно на вопросы в этом разделе в начале программы отвечаем. Сейчас я его проверю. Сегодня к вам вопросов нет у наших слушателей. Также нас можно смотреть на сайте эхакирова.ру. Там есть ссылка на видеотрансляцию, аудиотрансляцию. В общем, во всех каналах коммуникации с вами мы присутствуем. Итак, Владимир Сергеевич, давайте начнем с новостей о вашем ВУЗе. В июне сайт газеты «Бизнес-новости» сообщил о том, что Вятский социально-экономический институт лишили аккредитации. Вот в чем причина и есть ли шанс ее восстановить? Ну, во-первых, не лишили. Отказали в продлении аккредитации. Это, в общем, две больших разницы. И, к сожалению... Объясните. Слова разные, а смысл немножко так раздувается. Но у нас, как и в любом ВУЗе, аккредитация дается на определенный срок. Определенный срок. То есть, он обычно раньше стоял 5 лет, сейчас 6 лет. Трижды мы проходили успешно аккредитацию. Получали. Очередная аккредитация у нас закончилась еще в ноябре 2015 года, а не в июне. Поэтому я здесь усматриваю некий такой конкурентный шаг, так сказать, в борьбе за студента. То есть, накануне выпускных экзаменов, там такая вдруг снова обновилась эта информация. Вот. Мы, естественно, в ноябре подали заявление на новый срок. Но вот в апреле нам отказали. А в чем причина? Ну, мне кажется, что это причина общая сейчас. Политика такая, так сказать, направленная на сужение контингента людей с высшим образованием, студенчества. То есть, любыми способами, ну, выжимают, так сказать, заставляют сокращаться, сокращать количество обучаемых, сокращать контингент. Понятно, что в УЗУ с аккредитацией и без аккредитацией контингент студентов разный. А какие условия должен выполнить ВУЗ, чтобы получить аккредитацию? Мне надо в этом грустно говорить, но мы выполнили все условия. Я думаю, что у нас один из лучших УЗУ с точки зрения аккредитационных показателей, которые есть в Кирове. Ну, вы можете перечислить, какие это условия? Я не могу, потому что к нам не предъявили никаких претензий. Нет, в принципе, вот в принципе, что должен сделать ВУЗ, чтобы получить аккредитацию? Ну, что там должно быть? Определенное количество, не знаю, преподавателей на студенты, определенное количество профессоров. Поверьте, у нас все соответствует даже лучше. Там, на самом деле, настолько много показателей. То есть, занимает перечень документов, которые надо предоставить на аккредитацию. Несколько страниц, порядка 12 страниц, а только перечень документов. Не сами документы, а перечень документов. Я поняла, перечень документов, которые ВУЗ обязан предоставить. Да, их сотни, таких документов. И они занимают, ну, так скажем, там, работали 6 экспертов. И каждый эксперт отдельный кабинет занимал. И весь кабинет был заставлен папками, 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 папками с документами. Поэтому, поверьте, это очень многое. При желании можно, конечно, к чему угодно придраться, но сами эксперты говорили о том, что у нас практически один из самых лучших вузов, которые они видели, именно с точки зрения аккредитации, подготовки. Мы готовились полтора года к этому процессу, мы понимали, что это сложно. — Хорошо, Владимир Сергеевич, как сейчас быть студентом, что Вы для них делаете? Насколько я знаю, Вы договаривались с другими вузами? — Есть тут больше паники, чем реальности, потому что, во-первых, все, кто хотел в этом году получить государственный диплом, они получили государственный диплом. Мы о студентах думали и заботились, кто не хотел его получить, они получили диплом, так сказать, вуза, потому что, оказывается, я тоже удивился, но не все хотят государственный диплом. А зачем мне? Собственно, Вы часто свой диплом показывали, где-либо, когда устраивались на работу? — Вы знаете, я, да, показывала свой диплом при устройстве на работу, у меня проверили его наличие, и на этом дело кончилось. — А кто имеет, допустим, уже высшее образование, у нас очень многие люди получают второе образование, им вообще и не надо, оказалось. Но у нас, значит, получило порядка 70% студентов, которые выпускались, они получили государственный диплом, а 30% отказались от этого. То есть, вот прямо такое соотношение. У нас заключены договора с тремя уузами, и через них нашел процесс выпуска тех, кто хотел получить государственный диплом. А те, кто не хотел, они выпускались у нас. — Что будет со студентами, которые не выпустились в 2015 году, которые учатся у Вас дальше? — Да, точно так же, то есть было предложено либо, значит, выпускаться через другой вуз, либо заканчивать у нас, это уже их выбор. — То есть, например, они 4 года учатся у Вас? — Многие студенты, которые, да, испугались, есть достаточно большая категория, потому что панику тут именно в июне почему-то такое организовали, это они, ну, опять-таки, перешли либо в те вузы, которые мы им предложили, с кем у нас заключены соответствующие договора, а некоторые, значит, ушли самостоятельно, то есть, ну, я не знаю, в какие вузы. — А с какими вузами у Вас договоры? — Ну, у нас есть с Ижевским вузом и с Москвой. — Ну, то есть, как это реализовано будет практически? Четыре года студент учится у Вас и доучивается последний год в другом музее? — Ну, он там только проходит итоговую аттестацию. — Ну, экзамены сдает. — Да, которая проходит в интернете, по скайпу, то есть это не надо выезжать, они также в наших аудиториях, но... — То есть не надо никуда ехать, не надо нигде там снимать жилье, платить за квартиру? — Ну, все, сейчас есть современные технологии, которые позволяют все это сделать безболезненно. — И точно так же эти студенты получат диплом гособразца? — Да, конечно. — А с политехом есть у Вас какая-то договоренность? — Простите, с опорным университетом? — Есть, но не обо всем. То есть с госуниверситетом у нас договор только на студентов-бюджетников, то есть мы учили и по бюджетам студентов, то есть мы им передали этих студентов, выпускников, мы сейчас выпустили, тоже, насколько я знаю, все уже. По остальным студентам у нас с ними нет такой договоренности, хотя, в общем-то, мы готовы были рассмотреть вариант договора, но как-то не договорились. — А Вы в начале программы, в ответ на вопрос, почему же не состоялась аккредитация, сказали, что есть такой тренд, да, запрос от государства на снижение количества людей с высшим образованием в стране? — Да, тренд такой есть, можно его обсудить, но нет указания на конкретные вузы, я это хочу подчеркнуть. Тут уже, значит, этим трендом, я так думаю, что пользуются нечистые на руку никакие это руководители других вузов, и так далее, и даже трудно сказать, кто именно, но есть ощущение, что это не просто так это все произошло. — Не просто так произошло только с Вашим вузом, или не просто так Вы имеете в виду в масштабах страны? — И с нашим вузом я имею в виду, потому что, прежде всего, потому что, еще раз говорю, что тренд на сокращение именно обучаемых вузов. — Ну, то есть это не какая-то условно акция против коммерческих вузов, это Вы именно считаете трендом на сокращение количества людей с высшим образованием? — Ну, понимаете, и количество людей с высшим образованием, и количество вузов в том числе, потому что, ну, если вузов много, так ведь и в каждом по 100 человек, и по 1000 человек, и будет много людей. — Ну, понятно, одно тянет за собой другое, да. — Правильно. — Вот нам сейчас пора прерваться на рекламу, да? Пора? Нет, не пора, 5 минут еще у нас есть. Вот я вчера, когда готовилась к программе, нашла свежую статью с цитатой Ольги Голодец, которая говорит, что около 65% россиян с точки зрения интересов экономики не нуждаются в высшем образовании. Собственно, то, о чем мы с Вами сейчас разговариваем. И вот по ее словам, необходимые профессии работники могут получать и в учреждениях среднего образования, и зачем идут люди в институты, вообще непонятно. Вот прокомментируйте ее слова, пожалуйста. — Ну, очень странное мнение. На самом деле, развитые страны стремятся к тому, чтобы как можно больше людей было с высшим образованием. Здесь надо понимать, это тоже такой инфраструктурный фактор. Когда, ну, допустим, много хороших дорог, подведено электричество, канализация, так и все процессы производственные экономические идут быстрее, да? То есть мы говорим про инфраструктуру. А люди с высшим образованием, они тоже составляют такую особую интеллектуальную инфраструктуру. Чем больше людей с высшим образованием, тем больше инноваций, тем больше изобретений. Экономика становится не вот такой сырьевой или, скажем так, индустриальной. Она действительно становится экономикой знаний. То, на чем живут, в общем-то, себя развитые страны. И можем в качестве примера привести Норвегию. То есть, вы, наверное, слышали, что Норвегия по уровню жизни считается благополучием. Первое место уже в долгие годы занимают вообще скандинавские страны, но именно Норвегия первое место. Там и уровень людей с высшим образованием самый высокий. Я не знаю, самый высокий в мире, но, во всяком случае, в два раза выше, чем в России. Там 52% людей с высшим образованием. В России 25%. Ну вот, по данным переписи, от 2010 года, опять же, в этой же статье приводят цифру 24%. Ну, это 10-й год. Ну, вот, 25 где-то сейчас. А в чем логика? Почему в нашей стране не нужны образованные люди? Кто он сказал, что не нужны? Это... Хорошо, не нужно много образованных людей. Я не хочу здесь политические аспекты брать, что с образованными людьми... Сложнее договариваться, труднее управлять. А хочу немножко на другое. То есть, подход просто руководства, руководитель, все-таки, а не руководитель страны об этом говорит. Понимаете, опять-таки, как и в советские времена такое было. То есть, не человек во главе сегодня, не для человека все производится, а вот во главе почему-то экономика стала. Ведь в нормальном государстве экономика работает на человека. А здесь Голодец заявляет о том, что вот для экономики нужно столько людей с высшим образованием. Но давайте поставим все-таки во главу угла-то человека. А что нужно для человека? Если он хочет учиться и получать высшее образование, и может это, способен на это, то почему ему надо запрещать? Тем более, если он там за свои деньги, условно говоря, учится. То есть, почему ему надо 35, 65, хотят учиться, пусть учатся. Чем-то человек должен заниматься. И, между прочим, учеба – это один из таких факторов. Многие идут второе, третье образование получают, потому что они ощущают комфорт от процесса получения знаний. В школе им нравилось учиться, они дальше продолжают. Ведь не обязательно смотреть кино или пить пиво для того, чтобы получить удовольствие. От получения знаний тоже многие люди получают удовольствие. Ну, это абсолютно так, абсолютно согласны, потому что, когда что-то не хватает в жизни, надо пойти и чему-то научиться, чем-то себя занять. Ну, хорошо. Вот, смотрите, да, Голодец предлагает баланс 35 на 65 процентов. 35 с высшим образованием, 65, видимо, нет. Вот тут еще Всероссийский центр изучения общественного мнения озадачился качеством высшего образования. Провели опрос, опросили работодателей, выпускников, и обе категории опрошенных сошлись во мнении, что качество образования в России находится на среднем уровне, и практических навыков выпускникам вузов крайне не хватает. Вот вы с этим согласны? Ну, отчасти, да. Я думаю, что реально, реально учащиеся выпускники 80-х, начала 90-х годов, они были более качественно подготовлены, чем сегодня. Это есть. Но здесь вот вопрос в том, а кто составлял те стандарты государственные, по которым вузы, в общем-то, учат? Кто и когда? Да. Потому что мы ведь выполняем, собственно, государственный заказ, государственную образовательную программу, и если она составлена неправильно, ну, вопрос это к кому? Тем, кто ее составлял. Ну, то есть вы хотите сказать, что сам вуз не может сказать, ага, вот тут что-то у меня очень много теории, мало практики, дай-ка я добавлю студентам практики и убавлю теории. Ну, сейчас может. Сейчас может, но это вот буквально новые стандарты появились, стали появляться год, там, полтора назад, еще даже не по всем направлениям. Я думаю, что как раз это и связано, это появление новых стандартов с тем, чтобы вот этот дисбаланс, который существовал до этого, ликвидировать. Вот давайте мы сейчас прервемся на рекламу, очень скоро вернемся и продолжим этот разговор. Мы возвращаемся в студию, меня все так же зовут Юлия Афанасьева, напротив меня все так же сидит Владимир Сюзов, ректор Вятского социально-экономического института. Мы продолжаем разговор о высшем образовании. Владимир Сергеевич, скажите, есть ли какое-то соотношение, какой процент в вузе должен быть теоретических занятий, какой практических? Ну, соотношение такое есть, там немножко, видите, как точно сказать я не могу сейчас, потому что по разным специальностям все-таки оно там различается, и что понимать под практикой, это не обязательно идти и гайки-винтики крутить, это могут быть для каких-то специальностей, и семинарское занятие может быть практическим, понимаете. Здесь важнее другое, когда работодатели жалуются на то, что к ним приходят выпускники, он не владеет какими-то практическими навыками, ну, извините, если вы закупили какую-то новую производственную линию, в зарубежную, и хотите, чтобы, значит, выпускник пришел и сразу на ней стал работать, так вы, наверное, должны были во время еще учебы студентов пригласить их на свое предприятие, как-то оплатить им вот эту даже практику, да, научить их, то есть то, что раньше делали, собственно, ПТУ и предприятия, ведь ПТУ изначально они создавались и при предприятиях, и предприятие именно и набирало, и проживало, обучало под себя, да, и платило им стипендии, и учило на своей производственной базе, а вы хотите, чтобы, значит, ВУЗ под каждое предприятие создавал такие же у себя лаборатории и условия, так ведь не бывает, если хотите, чтобы у вас именно человек сразу после окончания ВУЗа или, там, техникума пришел и сразу начинал работать, создайте условия, договаривайтесь с ВУЗом, договаривайтесь с предприятием, сейчас с техникумом, сейчас многие предприятия, кстати говоря, кто думает о том, как обеспечить кадры, так и делают, вот, либо же вы тогда должны уже брать выпускника и заранее понимать, что все равно для него потребуется адаптация именно под ваше предприятие, то от двух до шести месяцев в зависимости от предприятия. Невозможно подготовить вот сто процентов выпускника под какое-то конкретное предприятие, если само предприятие вперед не идет на встречу с обучающей организацией. Ну, то есть вот этот девяносто один процент работодателей, которые говорят, что не хватает практических навыков студентам, они сами виноваты? Ну, по большому счету, я думаю, что да, потому что те, кто обеспечивают эти навыки, они такое не скажут. Ну, с другой стороны, вот согласитесь, когда, если даже ты, там, состоявшийся специалист, если ты меняешь предприятие или ты меняешь сферу, тебе приходится учиться заново, наверное, половине процессов. Ну, мы ведь об этом и говорим, что когда... Ну, даже если ты не выпускник, если ты уже долгое время работаешь, пришел в новую сферу, тебе придется учиться. Надо адаптироваться, да, потому что вот у вас радиостанция, вы придете на другую радиостанцию, там будет немножко по-другому, и вам все равно придется обучиться и... Перестраиваться. Перестраиваться. Поэтому, в любом случае, это такая, как бы, ну, специализация, что ли, на предприятии нужна каждый раз, когда человек приходит. Хорошо. С практическими знаниями мы разобрались, но на недостаток теоретических знаний тоже работодатели жалуются. А тут я вот как-то вот даже удивляюсь, потому что, ну, я вот так достаточно много с работодателями общаюсь, сказать, что они уж так сильны в теории, ну, не знаю. Отдельно это, да, есть работодатели, и кандидаты науки, и доктора наук, конечно, и теорию понимают, но больше своей массе это все-таки не такие уж это самое люди, которые очень хорошо знают теорию. Мне кажется, это так. Просто сказали слово, а кто-то проверял, как они сами эту теорию знают, эти работодатели. Может быть, просто его теоретические знания отличаются от того, что он хотел бы услышать от работника, но он же главный, он начальник, поэтому он прав. Значит, он знает, а тот, кто там, выпускник, чего-то там не знает. А вы вот сейчас говорили про работу предприятий с вузами, или, может быть, вузов с предприятиями. Вот ваш вуз таким образом сотрудничает с бизнесом? Конечно, да. У нас есть так называемая базовая кафедра, это сейчас так называемая базовая кафедра, на которой студенты могут пройти практику, учиться. У нас один из заведующих базовой кафедр. А что такое базовая кафедра? Это предприятие, на котором организована, скажем так, массовая практика студентов, потому что студенты, у нас много заочников, они все-таки предпочитают часто какие-то предприятия у себя на родине, где-то сами находят и так далее. Но, тем не менее, мы обязаны всех обеспечить из договора с такими базовыми практиками. Ну, слушайте, вот я училась, нас тоже должны были обеспечить, но вся практика заканчивалась тем, что ты там сидел и подшивал какие-нибудь архивные бумажки. Ну, плохо. Так, конечно, не должно быть. Как у вас это организовано? У нас оно организовано, когда базовая кафедра именно. То есть, есть заведующий со стороны предприятия, обычно это руководитель предприятия, и есть руководитель практики от института, который приводит студентов, который следит за тем, чтобы им давали именно не подшивать бумажки, а какие-то практические. Ну, то есть, студенты дают какие-то задания и следят за их выполнением. Ну, когда студент самостоятельно находит базу практики, то я, конечно, уже проследить не могу. То есть, могут и такие случаи быть. А где у вас? На каких предприятиях, если не секрет? Ну, у нас, допустим, есть и психологи, они с центрами психологическими работают. Если менеджеры, то на предприятиях, предприятиях есть у нас. Просто сейчас рекламировать не буду. Ну, хорошо. Но есть такие предприятия. Так, хорошо. Вот, если возвращаться вообще к началу нашего разговора, в этом же опросе в ЦИОМа есть следующие данные. 65% россиян поддерживает меру по лишению вузов госакредитации за неэффективную работу. Только в 2016 году 11 государственных и муниципальных и 81 частный вуз были признаны неэффективными по итогам ежегодного мониторинга Минобранауки. Вот, объясните, пожалуйста, что значит быть эффективным вузом по версии Минобранауки? Я вчера перешерстила кучу всего, но так и не нашла. Там много показателей эффективности, но обычно из этих, там, более, порядка 50 показателей, но из них выбирают на последнем мониторинге, 7 показателей было. Там еще 8 есть, но не для всех вузов. Ну, скажем так, качество абитуриентов, хотя там лишь самоучащихся, да, то есть это с какими баллами ЕГЭ приходит абитуриент в вуз. Правда, здесь непонятно, какое отношение к эффективности вуза это имеет, поскольку, так сказать, эти баллы-то ЕГЭ он еще в школе заработал, это не вуз, поработал. Ну, может быть, чем лучше у вуза карма, тем более качественные абитуриенты к ним выйдут. Чем у вас лучше бюджет, который вы получили, то есть тем у вас, значит, больше студентов с высокими баллами к вам пойдут. То есть если у вас нет бюджетных денег или их мало, то... Ну, бюджетных денег равно бюджетных мест. Да, то есть вы, соответственно, вынуждены принимать всех остальных. Круг замкнувший, в общем, на этом. Поэтому вот какое отношение имеет этот показатель к эффективности, не знаю, а уж тем более к аккредитации. Аккредитация – это вообще процедура, которая качество именно выпускников, ну, студентов, качество подготовки проверяет. То есть к эффективности вузов вообще никакого отношения не имеет. Поэтому как можно, так сказать, эффективность вузов, которая тоже эфемерная, потому что эффективность – вообще-то такой термин-то экономический. То есть сколько ты вложил денег и сколько на этот денег получил продукции. Чем, значит, меньше вложил, больше получил, тем, значит, эффективнее. То ты больше молодец. Да, с этой точки зрения они государственные вузы, у которых нет бюджета, самые эффективные. Потому что они ничего в государство не взяли, а выпустили такой же продукт. Так, качество абитуриентов. Первый показатель дальше. Да, второй показатель – это, допустим, показатель международной деятельности. То есть сколько у вас студентов учатся из-за рубежа. Правда, опять, какое отношение имеет к эффективности вуза – трудно. Третий показатель – научная деятельность. Научная деятельность чья? Вуза. Это преподаватели, студенты или те и другие? Это все равно, но, как правило, преподаватели. Он измеряется, как ни странно, в деньгах. То есть сколько тысяч, там, норматив 50, одна тысяча, по-моему, да, на человека, преподавателя. Вот сколько вы заработали на науке, на научных исследованиях. Здесь опять к эффективности, по-другому, дело вуз технический, и другое дело вуз гуманитарный. Как он может там заработать, непонятно. Ну, показатели для всех одинаковые. Должны выполнять вот это показатель. Третий показатель. Четвертый уже. Ну, и не… Да. Финансо-экономическая деятельность вуза, значит, опять-таки, сколько миллионов там, ну, показатель, по-моему, миллион триста, на одного, опять-таки, преподавателя вуза заработал денег вообще получил. Ну, допустим, от платной деятельности, от обучения студентов и так далее. Показатель. Штат. Да. Ну, так. Сейчас. В общем, там семь показателей, так я сказал, четыре, да? Так, вы назвали пять показателей качества абитуриентов, международная деятельность, научная деятельность, а, нет, правильно, четыре. Финансо-экономическая деятельность. Со штатными преподавателями связана показателем. Не помню. Ну, можете не вспоминать, мы поняли, что показатели про преподавателей, и дальше. Так. Показатели про преподавателей. Ну, давайте я послушаю, пока послушайте, я поспоминаю. Наизусть-то сейчас сходу не помню. Ну, давайте тогда договоримся таким образом. Мы сейчас прервемся, потому что у нас подошло время чередой рекламы, и после рекламы вернемся, обсудим... В общем, вспомнил. Заработная оплата преподавателей. И это тоже про эффективность ВУЗа показателей? Да, и чем больше заработная оплата, тем больше эффективность, соответственно. И еще показатель трудоустройства. Выпускников? Выпускников. Он с прошлого года его применяет, там должно быть не менее 80% выпускников трудоустроено. Трудоустроено просто, или трудоустроено по специальности? Нет, трудоустроено просто, определяется следующим образом. То есть запрашиваются данные в пенсионный фонд, и сколько... Если хотя бы один платеж в пенсионный фонд проходил за период с выпуска до конца года, то считается, что выпускник трудоустроен. Вот вернемся после рекламы к вопросу эффективности ВУЗа. Вчера при изучении я поняла, что существует миллион рейтингов относительно ВУЗов. Это особое мнение ректора Ревятского социально-экономического института Владимира Сизова. Сейчас мы уйдем на рекламу, очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Владимира Сизова, ректора Ревятского социально-экономического института. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Мы с вами до ухода на рекламу говорили об эффективности ВУЗа. Я еще раз вернусь к тем показателям эффективности, которые вы назвали. Это качество абитуриентов, международная деятельность ВУЗа, научная деятельность ВУЗа в деньгах, сколько заработала ВУЗ на науке финансово-экономическая деятельность, опять же, сколько заработали зарплата преподавателей, трудоустройства, выпускников вне зависимости от той специальности, по которой он учился. Там еще один есть показатель, дополнительный, так называемый. Там соотношение остепененных преподавателей к общему количеству студентов. Там очень хитрый показатель, потому что чем больше у тебя студентов-очеников, тем лучше. Чем меньше студентов-очеников, тем-то хуже. Ну, понятно, опять-таки, студенты-оченики учатся там, где есть бюджет. То есть, все привязано, опять-таки, к деньгам и бюджету. То есть, рейтинг составлен, скажем так, под крупные государственные ВУЗы, чтобы они проходили, а все остальные... Ну, вот эти показатели эффективности, какой они имеют отношение к настоящей эффективности? Я написал несколько статей в свое время, разбирая каждый из этих показателей, доказывая, что, в общем-то, никакого отношения к эффективности не имеют. Вот. Ну, может быть, за исключением трудоустройства, да. Причем, его ввели недавно, я в своих статьях как раз об этом писал, что единственный показатель, который, может быть, и нужно оставить, а все остальные можно вообще убрать. Если выпускники трудоустраиваются, зарабатывают хорошие деньги, значит, вы софиктивны. То есть, вы бы оставили вообще один показатель? Один, да, Только не просто вот так, что вот столько трудоустроено, а именно, сколько зарабатывают выпускники. То есть, не только трудоустроено, но еще и... Да. Ну, по регионам там надо отличать, одно дело в Москве, другое дело в Вятке, по специальностям, но тем не менее. А что, я думаю, что это вполне достаточно. Одного показателя? Одного показателя. Ну, там опять столько людей лишатся работы. Ну, да, некому будет рейтинги составлять. Вот, вообще, если говорить о ВУЗах, в их отношении существует очень много рейтингов. Это вот рейтинг эффективности, рейтинг востребованности. Это топ-100 ВУЗов России. Вот, нужно ли так много и подробно оценивать ВУЗы? Рейтинги, они, в принципе, нужны. Но с ними надо быть очень аккуратным. Потому что рейтинги, они как бы ориентируют любое предприятие, ВУЗ, без разницы, они ориентируют на какое-то вот, куда надо стремиться, к чему надо как бы идти, какие-то цели, что сейчас востребовано. Но, понимаете, в последнее время, если брать экономику, потому что у меня близко, да, есть такой термин, появился даже, рейтингономика. Не рейгономика, там с рейгоном, была цена, а рейтингономика, связанная с рейтингами. Потому что рейтинги, по большому счету, они должны стимулировать экономические процессы, то есть, какую-то сторону, так сказать, двигаться, тренды, так сказать, определяют. А получается так, что в современном мире часто они не двигают, а наоборот, получается, что они влияют на экономические показатели. Вот там какой-то, допустим, вуз заработал в каком-то рейтинге очень высокий балл. Все туда устремились студенты, туда устремились преподаватели лучше. Сразу там цена вопроса выросла. Соответственно, в России все очень по-разному вузы стоят обучение. Понятно, что все стремятся в каких-то рейтингах получить топовые величины, потому что это сразу выражается в деньгах, которые идут. То есть, получается, что можно не качеством обучения реальным, не через реальное качество обучения заработать деньги, а через попадание в тот и иной рейтинг. При этом совершенно не заботясь о том, какой у тебя товар, если ты говоришь о предприятиях, или какое-то качество знаний даешь, если у тебя вуз. Ну и, наверное, еще далеко не каждый человек будет разбираться, а как же этот рейтинг проводился. В том-то и дело, как мы сейчас с эффективностью посмотрели, какое там отношение к эффективности, вообще непонятно. Вообще, есть международные рейтинги, есть устойчивые, так сказать, самые популярные рейтинги, которым доверяют все в мире. Это вот рейтинг «Таймс». Вот это действительно очень авторитетный рейтинг. На втором месте шанхайский рейтинг такой идет, а все остальные они, в общем-то, такие уже более-менее значимые, есть вообще незначимые. Вот без «Таймс» узнаете, какой же процент ваших выпускников на работу устроились после окончания вуза? По нашим данным у нас устраивается порядка 93-95% в первый год. Исключая тех, кто ушел в академию, вернее, в отпуск, скажем, где уходят девушки по беременности. Поэтому высокий процент. А по вашему мнению, вообще имеет значение, по специальности идет работать человек или не по специальности? По-моему, значения не имеет. По-моему, мнению, не имеет такого значения. Особенно в наше сложное время вообще хорошо, что устроился. Ну, конечно, желательно по специальности, но ведь и бывает так, что человек учился, диплом получил, но понял даже в течение того времени, когда учился, что это не его специальность. Вот вы учились на финансиста, я знаю, Да. А работаете с журналистом. Я думаю, что вам это нравится. Да. Ну, что делать? Надо было же попробовать, получиться, чтобы понять, что это твое или не твое. Но мне, кстати, пригодились мои знания. Ну, я тоже никогда не работал по специальности. Все что-то пошло, и тоже мои знания очень пригождаются, которые в УЗИ получил. А уже тогда кто вы по специальности? Ну, я по специальности по первой, скажем, учитель биологии. А по второй? У меня есть еще юридическое образование, но я его получил для себя уже, то есть я не собирался работать юристом, просто хотел получить юридическое знание. Ну вот, я предлагаю на этом закончить тему про образование. У нас осталось еще три минуты. Я хотела бы с вами коротко обсудить последние новости, ну, в частности, нашего региона. Вот на сайте «Новые газеты», на сайте «Бизнес-новостей» недавно появился материал Елены Масюк, это журналист, член Совета по правам человека, вместе со своим коллегой по СПЧ, они недавно были у Никиты Белых в Лефортово. Вот материал Елены Масюк, опять же, можно почитать на сайте. После прочтения нет слов, одни эмоции, но спросить я хочу вас о другом. Вот как вы сейчас оцениваете перспективы Никиты Белых? Ну, печально немножко, потому что, ну, да, попал в очень сложную ситуацию, о чем, кстати, я говорил, если у нас был последний эфир с вами в мае, и туда... Да, мы с вами давно виделись. ...спросили, как вы относитесь к тому, что вот Никита Юрьевич решил построить храм. А я тогда, вот, можете проверить, в эфир заявил, что мне его жалко, потому что он вступил на очень такую опасную стезю, духовной борьбы, и что у него начнутся проблемы. И я, к сожалению, констатирую, что это оказался прав. К сожалению, потому что мне, на самом деле, теперь еще больше, более жалко выбраться из той ситуации, в которой он упал, очень, очень сложно. я надеюсь, что все-таки ему это удастся, потому что, к сожалению, даже если он брал деньги на благое дело, на строительство храма, видите, заявитель может сказать, что он вымогал у него на это, на строительство храма, эти деньги. Все равно, это будет в этом случае, как бы, или изятка, или вымогательство. То есть, у нас как закон, как посмотрит следствие, как посмотрит суд, сумеете убедить, что именно не вымогал эти деньги, не брал в качестве взятки, что тот ему обещал. А зная наше судопроизводство, это крайне сложно. У нас оправдательных приговоров, там, по-моему, 0,2%. Но, с другой стороны, ведь есть много уголовных дел, громких, которые начинались очень громко, людей держали в СИЗО, долга, а потом недоказательные базы, и в некоторых случаях даже извинения приносили. Ну, доказательные базы тут есть, безусловно, здесь даже не вопросы, доказательные базы есть. Но, опять-таки, я говорю, как посмотрит следствие, как посмотрит суд на все это, смотрит у нас на это плохо, то есть, если не будет политической, политического вмешательства, политической воли сверху, да, к сожалению, так, то перспектива очень печальная, потому что, еще раз говорю, 0,2% статистики, вот вам перспектива, оправдательных дел. Если же будет такое вмешательство, то можно надеяться. Ну, вот Навального же выпустили, после того, как суд состоялся, в принципе никто не ожидал, наверное, да? В нашей стране уже такой прецедент, честно говоря, поэтому я надеюсь, что Никита Юрьевич и Соболе или менее благополучно закончатся, но это очень-очень сложно. У нас, у нас, к сожалению, с вами время закончилось эфирное. Я благодарю вас за ваше особое мнение. Напомню, это был Владимир Сюзов, ректор Вятского социально-экономического института. Спасибо вам за эфир. Спасибо вам. Эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго. До свидания. Спасибо.